На Лыбецком бульваре не пройти, не проехать. Сегодня здесь развернулось сразу несколько тематических площадок, как познавательных о железнодорожных профессиях, так и развлекательных. Дата выбрана не случайно. Торжественное мероприятие посвящено Дню Железнодорожника. Быть железнодорожником непросто. Это настоящее жизненное призвание для сильных духом и характером людей, способных совершать невозможное. Именно так создавались российские железные дороги. Так они и работали на самых сложных этапах нашей истории. Так продолжают работать сегодня, решая задачи государственного масштаба, соединяя в одно целое великую страну судьбы живущих в ней людей. Для рязанцев это важный праздник. В одной только области расположено 124 остановочных пункта, 40 станций. Ежедневно курсируют 53 пары пригородных поездов. Больше 150 предприятий перевозят сырье и продукцию по железной дороге. Без РЖД эта работа была бы совершенно невозможной, отметил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. Российские железные дороги в последнее время стали уже таким настоящим эталоном качества. Все всегда идеально. И вот я от имени всех рязанцев благодарю вас за профессионализм, ответственное отношение к делу. Сегодня вот у нас лучшие сотрудники получают заслуженные награды. Среди них знаю заместитель главного ревизора по безопасности движения поездов Петр Щегорцов, грамотный принципиальный руководитель. Также вот среди награжденных Алексей Волков, начальник Московско-Рязанского отдела инфраструктуры, знаю, что программа по повышению производительности труда перевыполнена в два раза. И в этом есть его большая заслуга. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Железнодорожника, работники отрасли получили свои заслуженные награды, благодарственные письма и памятные подарки. Не обошли вниманием работников всей отрасли, вне зависимости от должностей. Потому что каждый сотрудник – это важное звено огромной цепи. Особое внимание, конечно, ветеранам. Я от всей души благодарю вас за то, что вы есть, за то, что вы помогаете нам организовывать работу с молодежью. Ваша помощь в этом вопросе неоценима. Долгих вам лет жизни. На торжественном мероприятии далеко не все работники отрасли. Многие остались на местах, обеспечивают бесперебойное движение составов. Их работа может и не так заметна. Однако благодаря этим сотрудникам товарные поезда доставляют грузы по всей России. А пассажирские отправляются и прибывают вовремя. Почувствовать и себя в профессии сегодня мог любой рязанец. На тематической выставке были и шлемы виртуальной реальности, и костюмы работников РЖД разных лет. Часть которых можно было примерить. И кто знает, может такая экскурсия определить для какого-нибудь юного гостя его будущую профессию. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова